Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пружинка. Раз, два, четыре, пять, шесть. Она отчитывает нужный ритм. Как метроном. День, месяц, год. Это не работа. Это жизнь Елены Бердяновой, художественного руководителя студии Extreme Dance, где все подчинено одному, его величеству, танцу. Я считаю, что наш коллектив соответствует высокому уровню, так как уже дети занимаются не первый, не второй, не третий год, а более пяти лет. То есть подготовка, уровень очень высокий, опыта очень много. Выезжаем на соревнования регулярно, не менее пяти раз в год. И дети уже видят, с чем себя сравнить. Танцевальный спорт – это прежде всего работа у станка. Каждое движение повторяется сотни раз. До автоматизма, как рефлекс. Только в муках рождается супертанец. Танцы атаков. Я ведьма ночью. Я всех там заколдовываю, начинается молитва, и уже рассвет, и первые лучшие солнца меня убивают, и колокола на церкви, звоны. У меня способности к танцам были с детства. Вот. И я даже родителей разрешения не спрашивала заниматься танцем. Я в школе пошла, записалась. Мама пришла, сказала, мам, я записалась на танцы. Мама сказала, молодец. Вот так вот. И получилось. Девять лет тут. В нашем коллективе нет таких понятий, что есть младшие и старшие. У нас все вместе. Хотя группы занимаются отдельно. Каждая возрастная категория занимается в каждой своей группе. Уже сплоченный коллектив. У нас есть дети и 20 лет, и 5 лет. И они все дружат вместе. Мы друга поддерживают. То есть у нас все равны. На международном конкурсе «Бегущие по волнам», который проходил в Евпатории, студия «Экстрим Данс» была лучше всех. Две тысячи участников. Конкуренция выше, чем пьедестал. Но когда выступали наши, весь Крым гудел. Экстрим Данс лучше всех!